Не станем же более судить друг друга, лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. 13 стих. Так, по ходу речи, здесь апостол Павел определяет вообще образ внешнего поведения христианина. Причем, именно касательно дел, которые и не греховны, и не благочестивы, то есть безразличных дел. В частности, как раз этой пищи. Итак, общий закон, который он здесь выводит, что нужно делать так, чтобы никого ни в чем не соблазнять. Вот как отмечает Иоанн Златоуст, потому что если мы кого-то чем-то соблазняем, то мы ответим не только за свои грехи, но и за тот соблазн, который мы посеяли в сердце нашего брата, ближнего нашего. Златоуст говорит. Да, Златоуст. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистому тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулиться ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе. То есть им служит Христу, то угоден Богу и достойен одобрения от людей. 14-18 стихи. Здесь с 14 стиха опять апостол Павел возвращается к данной конкретной теме, то есть разговору о пище, позволительной или непозволительной. То есть он не вообще говорит о нечистоте, потому что так широко это место нельзя понимать. Он говорит о нечистой или чистой пище. Действительно, как он говорит, я знаю и уверен в Господе. То есть я прямо извещен Господом, что ничего нечистого среди пищи нет. Действительно, давайте вспомним о видении апостола Петру, перед тем, как к нему пришел Корнилий Сотник. Ему также было видение, что с неба спускается некое полотно, в котором и чистые, и нечистые животные. И было при прямом повелении, заколи и ешь. Апостол Петр ответил, Господи, я никогда ничего не ел нечистого. Тогда Господь ему ответил, не почитай нечистым того, что Бог очистил. То есть здесь эти слова апостола Павла полностью совпадают с тем, что услышал апостол Петр. Во-первых. Однако апостол Павел, хотя он и уверен, что ничего нечистого нет, то есть что закон Моисеев не действует для христиан, однако в следующем 15-м стихе он говорит, что если за пищу огорчается брат твой, то есть он ясно понимает, что есть группа христиан, которые тем не менее в своей совести оскверняются. То есть они не могут принять, что все безразлично. Они продолжают хранить Моисеев закон и считают, что есть нечистые нельзя. Поэтому когда их принуждает есть нечистые, уверяя их тем самым, что закон Моисеев отменен, они не могут еще на это пойти. То есть они огорчаются в совести своей, огорчаются брат твой. И апостол Павел замечает, что если ты поступаешь таким образом, что заставляешь их есть то, что на самом деле они не могут принять, если едят, то поступают против совести, то тем самым ты поступаешь уже не по любви. То есть по любви нужно поступать по-другому. Как именно он объясняет дальше. Это второе. Итак, апостол Павел говорит о том, что не надо понуждать христиан и за иудеев делать то, что против на их совести. И выводит здесь в 15-16 стихе два соображения, достаточно сильных. В 15 стихе он говорит, не губи своей пищей того, за кого Христос умер. Действительно, как говорит Иоанн Златоуст, «ужели брата не почтешь стоящим того, чтобы через воздержание от пищи приобрести его спасение? Христос не отказал стать за него рабом и умереть, а ты для его спасения не соглашаешься отказаться от пищи». То есть дальше он прямо об этом говорит, о том, что надо снизойти к христианам и за иудеев и, может быть, ради них даже отказаться от мяса, от вина, от того, что их соблазняет. И оправдание этого, что мы поступаем, снисходя к нему, потому что и Христос за него умер. А второе соображение в 16 стихе – «да не хулиться ваше доброе». Что доброе? Спасение. Или даже доброе имя христиан. То есть живущие в ней язычники видят, что в римской общине происходит раздор, причем не из-за каких-то серьезных вещей, а из-за того, есть или не есть мясо. И тем самым хулиться вера во Христа. Что это за святые, которые из-за таких пустяков между собой ругаются? Тут тоже такое же соображение. Чтобы не подавать повод для соблазна внешним, чтобы не хулилось ваше доброе имя, вашими раздорами. И в 17 стихе он говорит «Ибо Царствие Божие не пища и пятие». Что это означает? Что не это самое главное. Как говорит блаженный Феодорик, не думайте, что в этом весьма великое преуспеяние, что приобретается кем Царствие Небесное. То есть для приобретения Царства Небесное не пища и пятие самое главное. А что? Праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот это главное. То есть духовные добродетели, а не телесные, вводят в Царствие Небесное. Правда, праведность и мир – понятно, радость. В каком смысле? Значит, Феофан Заторник замечает, что радость на душе делает человека отрадой для всех, с которыми он входит в сношение. То есть радостный человек как бы радость свою передает и другим людям. То есть это тоже, кстати, важное замечание, потому что, к сожалению, многие считают, что христианин должен быть таким смурным, всегда с каким-то таким кислым выражением лица и так далее. Нет, на самом деле христианин должен всегда быть радостным, мирным и праведным. И тогда такой человек, он служит не только Христу, но и людям, которые достойны одобрения от людей, как замечает апостол Павел в 18-м стихе. Вот это самое главное, как он отмечает, а вовсе не пища и питье. Поэтому эти раздоры, они того не стоят. Ни с кем не здоровается. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человека, который ест на соблазне. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен ты и не осуждай себя в том, что избирает, а сомневающий, если ест, осуждается, потому что не поверит. А все, что не поверит, грех. 19-23 стихи. Итак, в 19-20 стихе апостол Павел прямо дает понять, что из-за неразумного или неразумного употребления пищи или из-за каких-то запретов римские христиане нарушали главный мир взаимный, соблазняли друг друга. И здесь, в 20 стихе он говорит, ради пищи не разрушай дело Божие. Дело Божие, что такое дело Божие? Это спасение. Это спасение конкретного человека, христианина. Поэтому здесь он обращается к римских христианам и язычникам, которые не придерживались иудейских запретов и старались исправить своих братьев и иудеев. Он говорит о том, что ты не думай, что ты тем самым созидаешь спасение. Наоборот, ты не созидаешь, а разрушаешь. Ты разрушаешь не человеческое дело, а Божие. И из-за чего? Из-за совершенно ничтожной причины, из-за того, что стойкий, надо есть или не есть по Моисееву закону. Вот здесь Иоанн Златоуст отмечает, что самое главное, против чего ополчат здесь апостол Павел, он не говорит о том, что нужно терпеть до конца вот эти иудейские предрассудки, а о том, что нужно действовать разумно. То есть не тащить их против совести, а нужно действовать постепенным убеждением. Я дальше приведу это место из Златоуста, он хорошо об этом говорит. «Доколе не убедишь, да то ли не принуждаем». Доколе не убедишь? «Доколе не убедишь, да то ли не принуждаем». Это дальше, по поводу 21 стиха, там поподробнее. Ты это еще потом скажешь. Да, скажу. В 21 стихе апостол Павел говорит, «Лучше не есть мясо, не пить вина, если твой брат соблазняется». Но здесь не вообще запрет на едение мяса и питье вина, а о том, что воздержание, о том, что человек может спаститься и воздерживаться на других местах говорит об этом. Здесь говорится конкретно в этом случае, что твоим питьем, твоей едой соблазняется твой брат из Иудеев. И апостол Павел предписывает, оказывается, снисхождение такому человеку, чтобы он не притыкался. Действительно, из жизни апостола Павла мы знаем, что сам нередко он, хотя, как здесь он говорит, и что он уверен, что для человека нет ничего нечистого, что Моисеев закон не действует, сам нередко поступал по Моисееву закону. В книге «Деяния» мы читали, что одного из своих спутников, когда он шел в Иерусалим, он обрезал. И поступил по иудейскому закону. Тот был из эллинов, по матери он был иудей, но не был обрезан. Тот его обрезал, чтобы в Иерусалиме не было вопросов. Сам стриг волосы по иудейскому обычаю, приносил иудейскую жертву. Для чего он это делал? Не из лицемерия. Иоанн Златоуст объясняет это так. Твой поступок не лицемерие, напротив, он служит к созиданию и сбережению брата. Если будешь принуждать его, он станет противиться тебе, осуждать тебя, и еще более утвердиться в своих правилах, воздерживаться от пищи по предубеждению. А если окажешься ему снисхождение, полюбит тебя, без всякого подозрения будет слушать твои учения, и, наконец, нечувствительно даст тебе волю посеять в нем правые догматы. А если однажды поселишь в нем ненависть к себе, то загородишь уход словам своим. Итак, не принуждай брата, напротив, сам для него воздерживайся. Воздерживайся не как нечистого, но потому что он соблазняется, и он больше полюбит тебя. Здесь апостол Павел, как видим, не лицемерие учит, а если для тебя это действительно безразлично, ты понимаешь, что никакая пища не скверняет, но если ты видишь, что из-за такой мелочи соблазняется твой брат, воздержись. Тебе это ничего не стоит, ты сильный. Снизайди к немощи этого больного брата. И как отмечает Златоуст неоднократно, и тем самым он укоряет обе стороны. То есть и христианам, и язычникам он дает понять, как они должны действовать в отношении братьев из иудеев, а на иудеев называют здесь немощными, больными и так далее. То есть намекает на то, что этот предрассудок на самом деле болезнь, которую надо лечить. А на иудеев разве нельзя будет вину пить? Нет, ну здесь говорится о как бы особых цветах вина. То есть на самом деле Феофан Затворник, я потом об этом сейчас не строит, в Каринфинном, в иудео-жертвенном вине. А. То есть иудео-жертвен. Но это сейчас не будем. А где это? 21-й. Следующий 22-й стих, это как раз то место, на примере которого хорошо сказать, о том, что нельзя выдергивать стихи из контекста. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе. Это место прямо противоречит, если выдернуть из контекста, тому, что говорится двумя главами раньше. 10-й глава, 10-й стих. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует во спасение. То есть о том, что о вере нельзя молчать, говорится в 10-й главе. Поэтому нужно понимать, конечно, что здесь опять-таки речь идет о обстоятельствах вот этого прения о пище, прения о еде. Поэтому здесь он обращается, конечно же, к христианину из язычников. Ты имеешь веру в то, что ничто не оскверняет. Но молчи об этом, имею эту веру в себе, пред Богом. Господь тебя за это не осудит. Но не говори пока этого напрямую, не тащи иудеев, христиан и заудеев, вместе с собой. Почему? Потому что блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Блажен человек, которого не осуждает совесть за свой выбор. Если этот же человек действует против собственной совести, он дважды оскверняется. Златоуст говорит об этом так, что одно дело почитать, что нечистым, а другое дело есть то, что почитаешь нечистым. От этого совесть двойне оскверняется. Поэтому здесь апостол Павел обращается как раз к христианам из язычников, тем, чтобы они снисходили. Поскольку дело это маловажно, чтобы здесь они снизошли, не тащили насильно. То есть, имеется в виду, что если понуждается в людей есть то, что он считает нечистым, то он как бы вдвойне оскверняется. Ну вот он так борется с людоустрой. В последнем случае грешишь ты в другое своим спором, усиливаешь предрассудок и заставляешь есть нечистая, то есть почитаемая такого на перекур совести. Доколе не убедишь, да то ли не принуждаешь. И, извините, и вот это вот толкование вот 22 стиха, то есть это не значит, что не нужно исповедовать веру. Да, да, вот как раз в этом смысле. Потому что если выдернуть из контекста, тогда можно сказать, вот апостол Павел учит тому, что не надо никого ничем убеждать. Веруешь и молчишь рябочку. Да, совсем не об этом речь. Ну и кроме того, почему этот стих нельзя выдергнуть из контекста? Вторая половина этого стиха. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. То есть блажен человек, который его не осуждает в собственной совести, кто не осуждает сам себя. Но тоже нужно, конечно же, понимать, что здесь апостол Павел говорит о христианах. Именно в отношении пищи, а не вообще. Потому что если вообще этот стих воспринимать, то можно сказать, что есть масса людей, которые тяжко грешат и при этом сами себя не осуждают. То есть не об этих людей здесь эта речь. Поэтому, конечно же, 14 главу нужно принимать целиком. Из нее стихи не выдергивать, если там что-то кому-то надо. Потому что люди любят себе цитатники такие собирать. Но на самом деле апостол Павел, нужно понимать, что здесь речь идет о конкретном обстоятельстве в римской общине того времени. И в 23 стихе апостол Павел еще раз говорит о том, что какая польза есть с сомнением и осуждать самого себя. То есть в целом весь этот отрыв говорит о том, что по отношению к вот этим христианам и зоидеям нужно действовать постепенно, убеждениям, прежде их убедить в правоте собственной, а потом уже приглашать с собой за один стол. То есть нужно действовать таким образом. Почему? Потому что цель Божия не в том, чтобы утвердить какой-то правильный и неправильный закон о пище, а в том, чтобы спасти всех. И христиан из иудеев, и христиан из язычников. Главная задача в том, чтобы из иудеев, из язычников создать новый народ христианский, который будет полностью единомысленным. Но добиться этого силы невозможно. Нужно действовать убеждением. И об этом апостол Павел говорит еще дальше в следующей главе до 13 стиха. Но об этом мы с вами будем в следующий раз читать. Сегодня на этом мы закончим. Николай.